Зачем это нужно? Первый вопрос, когда там с главным инженером общаешься или механиками, то есть это самый такой первый вопрос. Ну история этих вопросов нам понятна. Опять-таки на Западе то, что называется управление активами, зарождалось в прошлом столетии. Опять-таки, если вы не знаете, есть целый институт, институт управления активами, который, собственно, является и забойщиком, автором этих инициатив, разработчиков стандартов в области управления активами. С 1994 года они выпустили ряд документов, и среди них есть глобальная среда, так называемый документ. Ну и то, что я считаю самым ценным, это появилось в 2015 году, и в 2016-м это анатомия управления активами и приложения. Есть у них план по развитию этих документов, соответственно, тема документирования, она у них достаточно живая. Ну и у нас, опять-таки, мы не противопоставляем, просто как компании, которые сверху смотрят на эти процессы. У нас в документах развивались, как вы помните, положения ППР, то есть отраслевые документы о плане о предупредительном ремонте оборудования. Те министерства, которые в отрасли были, они выпускали руководящие нормативы. Я думаю, что все там можете плюсики понаставить. То есть система ППР, нефтегазовые, химические, удобрения, энергетика, то есть все до сих пор, скорее всего, живут по этим старым советским нормам, правилам. Ну, как бы управление, но на самом деле там про ремонт и про периодичность обслуживания. То есть как бы управление, оно не так явно описано. Ну, зачем нужны практики? Опять-таки, такие, может быть, какие-то наивные аргументы. Можно строить свою систему управления ТАИР активами с нуля, то есть как бы взять чистый лист и начать рисовать какие-то процессы. Ну, второй вариант – это все-таки использовать накопленный опыт, адаптировать его, точнее, себя под этот опыт. Ну, и сравнивать неудачные опыты с удачными, как-то убирать их из того, что предлагает вам отрасль. Ну, опять-таки, те, кто занимается этим вопросом давно, знают, что на Западе принято рисовать такие красивые уровни зрелости, какие-то пирамиды, пауков. То есть такие простые модели, которые менеджменту в первую очередь позволяют сориентироваться. Да, с чего начать? Вот мы там хотим построить систему. С чего начать? Сергей там упомянул у нас, как бы меня там как-то об авторе этой идеологии элементов. У нас есть своя, там на Западе есть своя подход к этой проблеме. Вот так или иначе, все используют какие-то модели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!